Как простить обман? Спрашивают некоторого совета, а как это сделать? Как это реализовать? Неохота это прощать. И обман тем более может повторяться. Тут, конечно, Евангелие тоже может нам помочь. Для начала заглянем в Евангелие от Луки, в 17 главу, и там Господь говорит своим ученикам и апостолам. Тут это еще тоже надо отметить, что это Он говорит. Иногда евангелисты подчеркивают, что слова Господа обращены к народу, к толпе, то есть то, что в принципе могут все воспринять. И некоторые слова обращены именно к ученикам Спасителя, то есть к тем людям, которые решили бороться со своими страстями, которые решили следовать за Христом, которые говорят, мы христиане Господи, мы как Ты. Ну, то есть, если человек христианин, то это адресовано к нему, и он не должен претендовать на то, чтобы это все остальные исполняли. Так вот, наблюдайте за собой. Если согрешит против тебя братвой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Тут вот можно невнимательно прочесть, и я сам тоже раньше не особо обращал внимания на этот отрывочек, что, ну, прежде всего, что здесь видно. Вот семь раз согрешит, хоть на день скажет, каюсь, ты его все равно прощай. Тут говорится о том, что прощение нужно. Но это, поскольку в этом вопросе мы это не обсуждаем, а говорим как, очень важен другой момент, что выговори ему. А выговори ему, ну, у нас, вот тут это, конечно, калька с греческого, выговори, у нас выговор, это как какое-то вот наказание, это какая-то грубость, жесткость. Нет, выговори, это значит, что человек, который тебя обидел, который тебя обманул, то ты не должен думать, что, ой, сейчас он там все поймет, осознает, и вот все исправится. Можно человеку помочь. То, что если тебя это беспокоит внутри, в принципе, если не беспокоит, ну, ничего страшного, ты живешь, смиряешься, и слава тебе, Господи. Но нет, все-таки это тебя беспокоит, твоя душа болит. Не нужно думать, что вот как там человек догадается, знаешь ты об его обмане или нет. Ты, то, что у тебя внутри, проносятся какие-то слова, мысли, возьми их, озвучь, то есть скажи их наружу, буквально выговори, так, чтобы он их услышал, чтобы человек понял, задумался. Поэтому, если ты видишь, что человек тебя как-то обманывает, то не нужно ходить, сидуться, вот, а я знаю, что он меня обманывает, да, но я ему ничего не говорю, вот я такой подвижный. Нет, можно, можно человеку сказать, потому что отец всякого разделения обмана это сатана, он обманул Адама и Еву, он обманул прежде всего других ангелов, которые пошли за ним и стали бесами, вместо радости они получили вечную муку, сами себя терзают и нас заодно терзают, чтобы мы вместе с ними помучились. И точно так же он обманул и человека, который обманул меня, потому что апостол Павел говорит, наша броня не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И поэтому прежде всего от обмана пострадал не тот, кого обманули, а тот, кто обманывает. Ну, тут можно сказать, ой, там человек взял, обманул, там каких-нибудь вкладчиков обманул, застройщик, покупателей, квартиры, люди на улице бомжуют, можно сказать, а он на миллион сел на свои и улетел на какие-то там тёплые острова, и там жизнь прожигает. Так нет, он обманул сам себя вместе с сатаной, потому что он себе выбрал вечную погибель, если он, конечно, не изменится, не покаяться. Тут уже, когда мы понимаем, что перед нами жертва обмана, тот, кто нас обманывает, куда больше, то у нас должно появиться некоторое человеческое сострадание, к душе человека, может, у него с телом пока что всё хорошо. И мы должны человеку помочь и озвучить. Сатана все свои тёмные делишки, он, хотя их пытается по гордости выпить, но с другой стороны, наоборот, скрыть. И тёмные дела любят темноту, и если вот мы как-то выносим их на свет, выносим их на обсуждение, без злобы, без раздражения, а с любовью обязательно, то другой человек, который нас обманул, он понимает, сатана обо мне не заботится, он мне сказал, обмани ближнего, и у меня на душе от этого плохо. Вот человек мой обманут, и он, по идее, должен мне мстить, а он вместо этого этот обман просто высвечивает, но мне беззлобно говорит, а как-то более ласково, мягко. И тогда человек понимает, мой враг не передо мной, потому что, может, он обманывал специально, да, может, он не друга обманывал, может, вы ему враг, и он действительно старался как-то навредить. Но ему будет легче понять, что истинный враг у него в душе. Еще один очень важный отрывок, который подходит под наш с вами вопрос, это Евангелие от Матфея, притча о двух сыновьях. 22 глава, 28 стих. А как вам кажется, говорит Господь, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике мою. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел, который из двух исполнил волю отца, говорят ему первые. Тут как раз речь о том, что покаяние, изменение, это, ну, нам кажется, ой, ну, вот, евангелист Лука сказал, и я, правда, пошел, человек сказал что-то, выговорил, а он не кается семь раз на одну. Ну, значит, я его не должен прощать, потому что, ну, Господь же говорит, вот, он покается, тогда ты его простишь хоть семь раз. А вот человек упорствует, обманул и в своем обмане засел, как же его простить? А здесь мы видим, проходит время, что человек берет и волю отца не творит. Он, по сути, можно сказать, оба сына совершают обман. Один его обманывает о своих намерениях, говорит, да, Господи, то есть формально исполнил, и не идет. А другой сын говорит, нет, Господи, не хочу я твою волю творить, но потом кается, спустя какое-то время эта воля исполняет. Так и мы можем человека в обмане уличать, и человек начнет уюлить, или человек, пользуясь какой-то своим властью, могуществом, только рассмеется нам в лицо. Но все равно вот это семечко нашей любви может в его сердце быть посеяно. И мы, как сколько понимаем, что Господь живет вне времени, и нам все-таки, когда мы на страшный суд придем, тоже мы вне времени окажемся, мы никакие временные аргументы для самооправдания применять не можем. Но мы тоже должны простить. Простить, потому что мы прощаем и не знаем, как там сердце человека, что дальше будет. И более того, даже если в сердце человека ничего не произойдет, это мы поступим, как милосердный взаимодавец. Помним, как Господь, еще одна притча, что два должника и одному миллионы задолжены перед Творцом неба и земли, перед Господом. И Господь нас прощает. А другой не хочет простить самую малую своему ближнему. Поэтому даже будучи обманутыми, и даже мы, если не видим, что человек кается, все равно должны простить. Потому что мы Господа, будучи христианами, говорим, буду, Господи, твои заповеди исполнять. На исповеди говорим, каясь, Господи, о грехах не повторю. А и снова, и снова Господа обманываем. И даже не всегда просим прощения. И даже не всегда замечаем свой обман. А Господь все равно нас прощает. Поэтому поступим, как Господь, куда больше шансов, что на страшном суде Господь точно так же милостиво отнесется и к нам. Продолжение следует...